привет кафедра сегодня опять разбор почты которая приходит на наш адрес и самый наверное такой популярный вопрос который в принципе уже был я так скажу вам наверное он был зимой который сейчас снова стал это вопрос касательно борьбы холодильника и телевизора в россии да то есть в принципе возможно ли там какое-то организованное противодействие народа власти возможно ли довести народ москальский до такого заблуждения чтобы он сам повстал вроде об этом уже было говорено переговорено и насколько я помню зимой я говорил о том что все-таки борьба телевизора с холодильником это война принципиальная она не заключается в том что в холодильнике станет меньше еды то есть холодильник может побеждать тогда когда в нем из еды останется только лед в морозилке пока там есть хоть соя там или не знаю кошачий корм все-таки телевизор будет брать верх потому что он быстрее производит продукт этот продукт пусть он не насыщает но вкуснее и вот все чаще и чаще на кафедру заходят люди которые говорят что да мол они не поддерживают политику россии в отношении украины как бы ну а что делать и спрашивают о возможности да там какого-то народного движения значит я хотел бы сразу поставить в этом вопросе точку ну по крайней мере настолько насколько я вижу что народ россии или россияне скажем тогда чтобы обобщить он может быть не способен каким-то продуктивным революциям но к бунту бессмысленному и беспощадному он абсолютно способен это история стенки разина емельки пугачева как говорится поэтому но вряд ли конечно он выйдет на площади с каким-то конструктивным призывом да навряд ли он сможет из себя родить майдан который в принципе все таки являлся ну россиянам это трудно понять поскольку для них любое скопление людей то беспорядок но в принципе майдан нес с собой какие-то зачатки будущего а что касательно россии если кто-то первый бросит ветерину камень то дальше будет то самое в венесуэла что в принципе нас не может не радовать я например я не знаю какую не хотел бы да чтобы в россии родился какой-то майдан который повлек бы за собой рост национального самосознания и пересборку этой страны на основе какой-то национальной идеи то есть я считаю что россия свой майдан не заслужила и такие вот сказки о том что его там быть не может это собственно ряд маска лисы перед виноградом разложение народа разложение его сознания развращение его в общем-то всегда являлась одной из целью одной из целью вернее информационных войн постоянно такую войну ведет в отношении нашего народа россии она то обвиняет тех кто ушел на майдан то ждет не дождется когда выйдет следующий майдан который отменит результаты предыдущего в общем-то понятно что для них это значение не имеет главное чтобы украина оставалась в русле пророссийской политики я думаю что мы в этом разберемся сами и без них вопрос будет ли такое в россии я думаю что им тоже все равно абсолютно развращение российского народа состоит в том что как только первый разобьет витрину остальные с радостью вынесут оттуда из этого магазина продукты и бытовую технику вот такой майдан там возможно вполне в чем я собственно я не вижу ничего плохого и желаю им этого от всей души а